Климатическая система, как и любая другая система, имеет свою закономерность. Эта зима пришлась на период сочетания сразу нескольких факторов, которые привели к тому, что она является теплой, относительно того, что мы привыкли считать настоящей русской зимой. В первую очередь ученые отмечают, что большое влияние на потепление оказывает накопление в атмосфере углекислого газа, что действительно приводит к парниковому эффекту и глобальному потеплению. Чем больше СО2, то есть углекислого газа, тем меньше теплового излучения, земного теплового излучения уходит в космическое пространство. Земля должна находиться, как говорят специалисты, в состоянии теплового равновесия с космосом. Сколько пришло тепла от Солнца в коротковолновой форме, столько тепла, правда уже в длинноволновой, в инфракрасной форме, должно уйти в космическое пространство в единицу времени, то есть за год, допустим. Накопление СО2 приводит к тому, что не все тепло уходит в космос и наблюдается прогрессирующий нагрев атмосферы. При этом, в какой бы части Земли не осуществлялся выброс газа, пострадает от этого вся планета Земля, поскольку он достаточно быстро выравнивается в своей концентрации по всей планете, потому что атмосфера динамична. Это происходило и раньше под влиянием природных факторов. Могу сказать, что в эпоху динозавров, когда всем хорошо известные тираннозавры бегали по Земле, в конце мелового периода, порядка 70-100 миллионов лет назад, концентрация СО2 была в 10 раз больше современной. Человек обеспечил рост концентрации СО2 до сего времени, с начала индустриальной эпохи, лишь на 35%. Масштаб воздействия человека, по мнению ученых, ничтожен по сравнению с возможностями природы. Однако опасность заключается в том, что темпы влияния человека несопоставимы с темпами природных процессов. В свою очередь, глобальное потепление – не главный фактор, который обеспечил рязанцам европейскую зиму. Парниковый эффект накладывается на природный процесс потепления, запрограммированный таким феноменом, как климатическая цикличность. Дело в том, что мы сейчас проживаем несколько, скажем так, теплые фазы, нескольких циклов разного порядка. Один из них повторяется раз в 1620 лет. Это лунно-солнечный цикл. Другой связан с влиянием планет и считается гравитационным циклом, повторяется раз в 70 лет. Третий считается лунным и повторяется раз в 18 лет. Все циклы имеют свои фазы потепления и похолодания. Сейчас теплый воздух приходит к нам с юга. Тот циклон, который у нас здесь вызывает очередное потепление, вот он идет через Субарктику. А у нас теплый сектор и практически никаких преград нет для прихода сюда воздуха вот из этих регионов. Средиземноморье, Балканы и Черноморский регион. По сути дела, вот из теплых регионов Средиземноморского бассейна. Возможно, даже из Северной Африи. Ученые говорят, что такие процессы изменения климата для Земли являются нормой. Они предполагают, что пока у нас теплая зима, планета выравнивает свою климатическую систему в каком-то другом месте. Также специалисты отмечают, что волноваться рязанцам не стоит. Ранее уже были в нашем регионе еще более теплые зимы. Кроме того, все животные и растения знают о таких капризах природы и умеют приспосабливаться для выживания. Для лесных растений такой климат вовсе полезен. У них продолжает развиваться корневая система даже зимой. К слову, рязанцы в основном с позитивом относятся к такой погоде. Я очень люблю такую зиму, потому что не скользко. Меня такая европейская зима очень устраивает. Можно побольше времени проводить на улице. Ну и снег все-таки есть немножко, поэтому почему нет? Спасибо. Хорошо. И дворникам работу меньше. Да, легкую одежду, легкую обувь. Очень нравится. Плохо. Хотелось бы, чтобы было, как ближайшие два дня было, когда снег. Мы были в лесопарке, там столько детей. Я говорю, одни гномики гуляют прям с удовольствием. А как они в этих кучках снега ковыряются. Очень хочется, чтобы снег был. Ну что сделаешь, такая природа. Как у природы нет плохой погоды. Стараюсь, как могу ее воспринимать нормально. Как и все остальные времена года. Но жду, конечно же, морозов, снега. Стоит отметить, что ученые объяснили и такое явление, как народные приметы. Цикличность существует в днях, неделях, месяцах. Люди издавна это замечали, называя ее приметами. Однако в последнее время они все меньше работают. Это связано именно с глобальным потеплением. Конечно, оно является опасным, поскольку процессы в климатической системе могут начать развиваться непредсказуемо. Что даже может привести к появлению новых видов животных и растений. В то же время ученые заявляют, что природные циклические явления будут побеждать в соперничестве с парниковым эффектом. И в течение уже 20 лет можно будет наблюдать зимнее похолодание в России. В то же время лето станет более теплым. Анна Герцовская, Алексей Кузнецов, телекомпания «Город».